Они на самом деле очень похожи. Скажите, уважаемые члены жюри, вы хотите жить? Если так, то, пожалуйста, пользуйтесь такими сервисами, как предыдущий и как наш. Потому что суть этих сервисов — это попытка предупредить вас об окружающих опасностях. Итак, у нас сайт, на котором вы можете быть предупрежденными об окружающих вас опасностях для здоровья и жизни, но в отличие от предыдущего наклада, в реальном времени. Суть того, что мы делаем. Суть того, что мы делаем. Мы знаем, что в нашем обществе, конкретно в нашем обществе, не слишком хорошо работает система раннего предупреждения возможных опасностей. Поэтому различные эпидемии, значительные события с жертвами людей, они случаются как-то неожиданно. Например, в Киеве умерло 37 человек от гриппа. Наверное, какую-то часть из них могло, можно было бы спасти, если бы предупредить эту эпидемию. Что делает наше решение? Оно в реальном времени собирает данные в социальных сетях, а также из всех открытых источников, для того, чтобы... Это не тот пульт. Сори, это пульт. Кликер, кто зажал. Но мы можем и без кликера. Итак, что мы делаем конкретно? Что делает наше решение? Мы заходим в интернет, собираем все, что пишут пользователи в социальных сетях, собрали, после того, как мы это собрали, мы это проанализировали, проанализировали с помощью методов Data Science, нашли какую-то агрегацию, нашли внутренние алгоритмы, и на основании смешивания данных из открытых источников, а также данных о предыдущих преступлениях, болезнях и так далее, мы попытаемся предугадать, что будет дальше. Например, что пишут пользователи в социальных сетях? Когда они болеют, они первым делом в договоре дошли до аптеки и врача, они пишут в социальных сетях, «Я, я заболел, обосят картиночки» и так далее. Что пользователи нашей системы? Это государственные органы, которые, ну вдруг, они захотят как-то ранним образом реагировать на то, что происходит. Вдруг они захотят заранее бороться с наступившей эпидемией, еще до того, как она развернулась в полную мощь. То же касается пожаров, преступлений, экологических катастроф и так далее. Это будут члены нашего общества, волонтеры, которые узнают о том, что наступила беда, они бросятся туда помогать. А как же это могут быть политики или журналисты, которые захотят осветить это событие? Монетизацию пропускаем, так как нет времени. На ханатоне у нас была команда из трех девелоперов, одного дейта-сайенс инженера, фарм-консультанта и одного проект-менеджера. Мы разработали с нуля до какого-то примитивного прототипа. Следующие шаги набирать экспертизу. Если вы отвечаете на вопрос, а ваш коллега показывает. Не, не, не. Вы просто показываете, а ваш коллега... Мой вопрос. Мой вопрос. This application actually already exists in the United States. I was wondering if this is just... It's used very widely by the State Department of Health or State Health Department. And I'm wondering if this is a copy of the application or if it's something innovative and new that you will add to it. Thanks for your question. We know that other countries, like the United States, has another level of experience in using IT innovations for the society development. We know about experiments that were placed in the United States from years ago. and we're trying to make the same but with another technical way. What is it? Other technical way? Other technical way? We don't have any team of thousand developers who could develop it for some month. We made a little copy that can make proof of concept for two days. У меня вопрос. Ребят, два момента. Первый, все-таки монетизация. Ваше видение о развитии этого проекта. И второй, у вас там был прекрасный источник данных, как социальные сети и другие источники открытия. Насколько я понимаю, чем вы собираетесь это собирать? Как вы это технологически собираетесь делать? Вот эти два. Монетизация. Слово. Окей, ну у нас достаточно много вариантов монетизации. Во-первых, как бы, как и странно, сахарные компании заинтересованы знать, в принципе, предотвращать ситуацию как бы с заболеваниями. Также, если одни компании, которые, как бы, если их сотрудники заболевают, у них сильная, как бы, начинается... То есть B2B? Ну, прежде всего, да. B2B, плюс, по-моему, сахартистические компании, которые заинтересованы, как бы, знать, как пользователь, как пользователь использует этих лекарств, ну, аналог Юскан для лекарств. Потому что, как бы, это достаточно актуальная тема, что люди или неправильно принимают лекарства, то есть достаточно много там нюансов есть. И технологии, да, да. Окей, я сейчас скажу. То есть первое, то, что мы конкретно успели во время Катона сделать, то есть мы агрегировали по хэштегам определенную информацию, и вот, собственно, этот сайт, это, как бы, мы, как бы, закрешили архивы, вот этот, как бы, он циклически прогонял, как бы, как развивается ситуация по Украине. Ну, вот, собственно, вот сайт, скажу, как хочу. Хочу, чтобы нам дали от Microsoft Cortana Suite для работы с Big Data. Мы полностью его развернем, используем все его возможности, будем собирать API со всех возможных социальных сетей в Украине, все парсить, весь интернет, обрабатывать с помощью Microsoft Missionary Studio и выдавать предыкшен в реал-тайме. Ну, то есть, вообще, опыт геомендейта не нужен. И так распарсан. Может быть, и так, да. Можно? Давай. Там есть данные сайлимпиемстанции, у них есть отчеты по заболеваемости. То есть, на данном случае, что в ПДП, как бы, как бы, это не машиносчитываемые. То есть, практически, один из источников, что нам нужен, это машиносчитываемые данные по заболеваемости. Ну, есть другие, там еще много вопросов. Поскольку вы парсите личные данные людей, связанные с болезнью, как у вас, как вы видите, и продаете потом эти данные компаниям, соответственно, если я помню... Мы больше не будем. Извините, пожалуйста. Нет, нет, просто, ну, больше не будем. Это серьезное заявление. Тем более, что вы ожидаете получить финансирование от фондов, которые будут финансировать компанию, которая будет парсить чужие персональные данные, которые, согласно соглашениям социальных сетей, не могут использоваться третьими компаниями, если они касаются здравоохранения. Прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос. Ну, во-первых, мы не собираемся, естественно, нарушать никаких законов. Зачем? Если мы собираемся сохранять жизни людей и здоровье, зачем нарушать какие-то законы? Каким образом можно парсить социальные сети и не нарушать эти законы, пользуя максимально возможных, максимально возможно, используя их API? Это первое. Второе. Мы не берем данные пользователей. Ни на хакатоне не брали. Ну, это как бы допущение с вашей стороны, что мы берем их данных. Мы сделали скриншот из открытого источника ВКонтакте. Это не нарушает никаких законов. Для того, чтобы визуализировать на карте, нам не нужны личные данные, кроме тех, которые предоставляют пользователи официально. Мы берем данные из открытых источников интернета, никем не защищенный, агрегируем, тем самым снимая все возможные вопросы с личными данными, и показываем их с привязкой геолокации. Только адресированные данные, никаких личных данных, никакого нарушения законодательства. Все честно, только на благо общества. Спасибо. Спасибо.